Вот капуста у меня, перец болгарский. Это вот 15-го числа посадил чеснок. Скопал, посадил. Там он теперь на следующий год огурцы, думаю. Четыре сутки – небольшой по деревенским меркам огород. Но для себя хватает, говорит пенсионер Иван Пчелинцев. Урожай почти весь собран. Остались перезрелые огурцы – это синицам. И капуста срежет после холодов. Мне приятно. Я вожусь и вожусь потихонечку. Ходить никуда не хожу, кроме магазина. В магазин или на почту. Четыре мешка картошки с участка – это больше, чем Ивану Степановичу нужно на зиму. Узнал в сельском совете номер общественной приемной и предложил большую часть урожая передать солдатам. Погреб у меня здесь. Все нужное из погреба Иван Степанович поднимает сам. Так привык, отказывается от помощи волонтеров. За работой даже не замечает, что в гости зашел глава района. Разрешите вам пожать руку за то, что вы делаете, за ваше доброе дело? Да у меня мать делала во время войны. Все. А бабушка двух сыновей проводила туда. Одного под Сталинград, а второй пришел. Ну я не знаю, он не ранен, а как еще назвать? Контуженный. Спасибо, Иван Степанович. Вам здоровья, здоровья благополучия. Да не обижаюсь. Когда погрузка окончена, Иван Степанович несет еще один подарок солдатам. Домашний чеснок с пожеланием не отвлекаться на простуды. Да чтобы берегли себя, да и не боялись этих врагов. Нечего. Как в 41-м. Ольга Митрофанова, Михаил Мальцев, Анна Мусатова. Область новостей.